Так, собрались мы с Димой заниматься. У меня такая тряпочка есть. Экспрайс покупала такие вот. И контейнеры. И, конечно же, пастырь. Пастырь мы сейчас высыпем. Дима, не знаю, через это сейчас выйдет. Дима, я тебе сказала, я тебя приглашу. Я приглашу. Маме надо приготовиться. Дима, пожалуйста. Пожалуйста. Подожди. Хорошо, ты хочешь помочь мне? Маме надо разложить. Я уже постелила. Я постелила другой стороной. Потому что она слишком яркая. Конечно, по-хорошему нужна белая и побольше. Белая или просто монотонная. И здесь у нас есть фикс прайс. Я покупала вот такие вот штучки. Мы их будем сейчас спрятать. А Дима должен их будет найти. Они, кстати, пластмассовые. И вот сюда я хочу, чтобы он по контейнерам их разложил. И потом они переложить куда-нибудь в баночку. Вот так вот мы ее прячем. И ребенок начинает искать. Подожди. Начинает ее искать. Вот листочки, кстати, вот такие плоские. Очень удобные. Маленькие вот желти. Разные. Больше ее трогать не будем пока. И раскладывать их по контейнере. Надеюсь, сейчас Дима не начнет хулиганить. Давай. Подожди. Нет. Тебе надо находить вот такие вот. И разложить их по цветам в контейнере. Тебе контейнер вот здесь вот. Давай сбоку его поставим. Да, и по цветам тебе надо разложить, Дима. По цветам. Там у тебя красный, желтый. А ты положил желтый туда. По цветам разложи в контейнере. А ты просто находишь. Ну, давай ты просто найдешь их тогда. Это что такое? Листочек. Листочек зеленый, да? Аккуратно. Дима. Дима. Это уже перебор. Это уже перебор. Только вот эти щи из фасоль трогать не надо. Ее не надо перекладывать. Ну-ка, посмотри на меня, Дима. Давай я тебя сфоткаю. Дима. Дима. Молодец. Ищи желуди, листочки. А ты все води складываешь. Дима. 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 Аккуратненько. 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 Давай поищем. Что-то фасоль у тебя маловато. Нету. Маловато. Нету. Все. Дима. Теперь давай фасоль с тобой разложим вот сюда вот. Вот сюда вот по маленькой фасольке. Клади. Вот отсюда выклади. Нету. А желуди не надо. А желуди сюда клади. Вот так вот. Сюда. А фасоль сюда. А желуди сюда. Давай. Вот так вот. Желуди. Желуди. Нет, не гремит она. Она не гремит. Она прозрачная какая. Посмотри, какая она красивая. Посмотри, какая она красивая. Такая как мед. Давай ее сюда. А фасоль сюда клади. По фасольке перекладывай. Это у нас первое такое занятие. Долго очень готовилась, собиралась. Думала надо, не надо. И вот наконец-то. Дима. Сюда складывай фасольку. По одной штучке. По одной штучке клади. По штучке вот так вот. По штучке клади. Да, ты такой мордачки. Ты мордачки. Ты уже все туда складываешь. Молодец. Теперь желуди надо тебе положить в другой контейнер. Сюда только желуди надо положить. Сюда положить, Дима. Не отсюда, а сюда. Не по одной штучке клади. Ты опять вместе с фасолью перекладываешь. Короче, такие вот занятия для меркой моторики. Ребенок должен поштучно складывать. Но в принципе и так, я думаю, можно. Надо было раньше начинать. Если, конечно, за ним сейчас не уследить. То, может быть, тут фасольевый дом. Видите? Из буфера мы сделали барабан. Он не рабочий. Давай-ка попробуем. Да? Ха-ха-ха. Его я отдала сыну на разбор. Запчасти. Короче, он тут так лежит у нас. Дима им занимается очень часто. Уже вот эту штучку сломал. Вот. Здесь вот вилка. Он их постоянно где-то куда-то тыкает. Надо ему, наверное, еще сделать какую-то розеточку. Дима. Дима. Да? Чтобы тебе тыкать, заниматься. Он очень любит с ним заниматься. Его вытаскивает. И тут покажи, что у тебя там. Давай его перевернем. И тут. Да, вот здесь вот тоже есть. Только вот здесь вот откручиваются болты у нас и снимается. Я думала, он полностью разбор. Дима. Дима. Да. Здесь колонки у нас включают. Тыкается. Тут вот регулировка буфера. На самом деле буфер был очень качественный. Очень хороший. Когда-то его покупал в районе четырех тысяч рублей. Это было очень давно. Наверное, больше пяти лет назад. Но во время переезда я не знаю, что с ним такое произошло. Может ударился он. Может быть. Не знаю даже. Он, короче, перестал работать. Просто молчит. Колоночки маленькие работают. Все супер. А он молчит. Вот. И нести в ремонт смысла не было. Сказали, будет стоить столько же, сколько стоит новый. И, в принципе, кстати, я покупала новый. На него был обзор. В конечной заставке выйдет. Будет вернее. Ну, ковырять там не надо. Да. Там, кстати, у нас вот еще принтер лежит. Там бумага застряла. Я не могу никак им заняться. Надо ее вытаскивать оттуда. Его разбирать. Там прямо она конкретно застряла, эта бумага. Да? Если она раньше хоть чуть-чуть. А в этот раз она прямо посередине застряла. И ни туда, ни сюда. И разрывать я ее тоже боюсь. Останется она там. Не знаю даже. Или может разорвать. Да, ты тут крутишь. Крути-крути. Крути-крути. Если честно, мне интересно его вскрыть. Посмотреть что-то внутри. Вот такое. Хочется из него какую-то полку сделать. Полку. Полку, да. Полку сделать. Да. Полку сделать. Полку. 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 Ну занимайся, занимайся. Ты мой юный мастер. У нас по моей линии. По папиной. Моего папы линии. Папа мне. Да. Все мастера. Вот таких вот всяких технических изделий. Именно связанные с компьютером. Все программисты. Все. Это меня в молодости тоже тянуло. Подростком я была. Что-то я даже умела. И когда-то я могла даже собрать системный блок. Разобрать, собрать. Что-то я знала. А потом, когда перестаешь этим заниматься и конечно все забываешь напрочь. Музыка. Музыка. Еще этот. Синтезатор, да? Вы, кстати, давно не подходили уже к нему. Музыка. Да. Включай. Играй с ним. Давай. Может ты мне его починишь? Палка. Палка там. Да палкой неудобно. Руками удобнее. Палкой что-то не звенит больно. Дима рассказывает, как можно применить колготки. Можно носить как ножки, да? А можно использовать? Да, как ножки. А как можно использовать? Как ты сейчас только что делал? Дима принес и говорит, это веревочка. Одевает ее как шарф. Можно колготки использовать как шарф. Они довольно красивые, полосатые, да? Одел их на шее. Никто никогда не узнает, что у вас на самом деле колготки одеты на шею. Если вдруг у вас шарфа нет. Да? Прыгает шарф. Прыгает. Не шарф, это колготки. Шарф. Нет, колготки. Руки. Бегать. Колготки. Бегают они? Бегают. Да. Складывай, ты складывай. Ой, ты господи. Дима научился у нас складывать. Диме два с половиной, он начал вот, как второй день, кстати, замечаю, да, что он начал все складывать. Старается аккуратненько складывать. Да. И отнеси на место. Молодец. Ну, давай, давай, дрыгай. Что для счастья сыну надо? Да? Да? Тебе нравится, как она дрыгается? Ну, что ты прячешься-то? Вот она как дрыгается. Плохо держал, да? Плохо держал. Плохо держал. Давай, держись. Плохо держал пах FIN. Всё? Звучит музей. Скрыт TombС estatал как крот어요... Продолжение следует...